Это уже высший пилотаж. Просто они заточены. Да, отлично! Продолжение следует... На телеканале X24 программа «В центре внимания». Сегодня проведу я, Журнан Исниколай Скрибец. Здравствуйте, уважаемые друзья! 20-22 мая в Москве проходил 10-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Естественно, что сегодня в «В центре внимания» будет именно эта тема. Тема перспектив профсоюзного движения в России. Спешу представить вам нашего гостя. Это Вадим Александрович Богачев, заместитель председателя Союза Севастопольское городское объединение профсоюзов. Добрый вечер! Добрый вечер, Николай Андреевич! И спасибо, что после напряженного трудового дня вы сочли возможным прибыть в нашу студию, чтобы ответить на вопросы мои и, я надеюсь, наших телезрителей. А для телезрителей я повторяю, что мы работаем в прямом эфире, в интерактивном режиме. Это означает, что все вы можете, в принципе, принять участие в беседе. Позвонив по телефону, 4 пятерки, 36, так 55, 55, 36. Ну, а пока телефон молчит, молчит он естественно, первый вопрос задам я. Итак, мы уже называли дату 20-22 мая, в Москве прошел 10-й юбилейный съезд в Федерации независимых профсоюзов. Кто представлял наш регион? Какая царила обстановка на съезде? И, в общем-то, ну, какая тематика обсуждалась, наверное? Вот такой общий сначала вопрос, а потом коснемся частности. Договорюсь. Ну, во-первых, спасибо, Николай Андреевич, за то, что вы позвали меня сегодня в студию рассказать об этом действительно важном для профсоюзов событий. Мне приятно с вами беседовать. Отлично, взаимно, я могу ответить только тем же. Когда вы приглашаете, мы всегда, я имею в виду, мы представители профсоюза, всегда приходим к вам и рассказываем о том, чем сегодня живут профсоюзы, какие проблемы она сегодня волнует. Ну, и я думаю, что с пользой, в том числе и для наших телезрителей, действительно рассказываем о том, что происходит сегодня в профсоюзном движении. Вы действительно все правильно охарактеризовали. В период с 20 по 22 мая в Москве прошел 10 съезд Федерации независимых профсоюзов России. Это самая главная профсоюзная организация. Самая большая. И самая большая в том числе. У нас сегодня есть и другие организации профсоюзов, которые, ну, скажем так, не официальные, да, или точнее официальные, но представляющие альтернативную точку зрения, да, отличающуюся от позиций ФНПР. Они, как правило, малочисленные, поэтому действительно ФНПР на сегодня можно считать основным представителем интересов членов профсоюзов. Локомотив профсоюзного движения страны. Можно сказать и так. Можно сказать и так. Севастополь был представлен на 10 съезде шестью представителями, четыре из которых были делегатами и два представителя приглашенными. Съезд активно работал в течение трех дней. Каждый из этих рабочих дней начинался в 10 часов и заканчивался в 20 часов. Поэтому единственное сожаление, которое можно выразить, это сожаление о том, что свободного времени... Культурной программы у вас не было. Культурной программы для того, чтобы посетить интересные места, которые, как мы понимаем, в Москве предостаточно, у нас, к сожалению, не было. Для вас тогда была ночь в музее. Но мы с успехом заменяли это время общением. Я имею в виду свободное от работы время. С коллегами. Поэтому, если говорить о неформальной части съезда, то это была замечательная возможность пообщаться с коллегами, узнать что-то новое, выяснить, как они в своих регионах решают примерно похожие на наши вопросы, какие задачи они перед собой ставят. Заимствованную методологию решения. Да. Какие у них взаимоотношения с представителями исполнительных и законодательных органов власти. В общем, поделиться опытом. А то, что касается рабочей части съезда, то это действительно была большая, серьезная, напряженная работа. Но, собственно говоря, я лично другого и не ожидал. Мне посчастливилось поработать в составе редакционной комиссии. То есть, по сути, любые решения, любые предложения, которые были сформулированы делегатами и направлены в адрес рабочих органов съезда, они проходили через редакционную комиссию, через обсуждение в рамках редакционной комиссии. И, по сути, мы формировали окончательные решения, которые потом были поддержаны, ну или не поддержаны. Вы стали почти нашим коллегой-редактором. Примерно так. Вы знаете, только был один все-таки единственный минус, потому что работа редакционной комиссии, естественно, проходила параллельно с выступлениями других делегатов, с рассмотрениями вопросов, поэтому мы иногда делали потише выступающих и погромче сами обсуждали эти вопросы. Ну, естественно, что в любом случае мы имели потом возможность более внимательно ознакомиться с материалами и документами, не только по тем вопросам, которые проходили более обширно через редакционную комиссию. По итогам... А давайте вот я задам следующий вопрос, он мне очень интересен, потому что я посмотрел повестку дня и, в общем-то, 9-го съезда предыдущих. Вот такой насыщенной и плотной повестки дня, как на 10-м, наверное, не было в истории профсоюзного движения России, я имею в виду Федерацию независимых профсоюзов страны. Вот я просто выписал себе и устал, пока писал. Сколько принято только резолюций, создание механизма управления условиями охраны труда, организационное кадровое укрепление профсоюзов, мотивации вовлечения молодежная политика, наращивание влияния трудящихся, укрепление финансовой базы профсоюзов и так далее и тому подобное. Если можно, если, я не знаю, вкратце успеете все охарактеризовать, но если можно, выделить хотя бы особо значимые для нас резолюции, которые принял съезд. Вы действительно правы, то есть это была действительно очень объемная работа, очень большое количество вопросов было рассмотрено, как, собственно, и предполагалось. В общей сложности 13 резолюций были приняты и более десятка постановлений. Вы, собственно, частично уже озвучили те резолюции, которые обсуждались. Да, я выборочные. Вы в итоге принимались, да. Но, собственно говоря, что такое резолюция? Резолюция – это определение вектора деятельности, определение наиболее важных с точки зрения профсоюзов направлений, по которым в ближайшие пять лет, а именно на пять лет профсоюзу ставили себе задачу, необходимо двигаться. Что, какие резолюции прежде всего, наверное, Ну, понятно, что обо всех мы просто не успеем поговорить. Не успеем. Ну, если 13... Какие основные направления, наверное, все-таки стоит озвучить, да? Ну, естественно, важным направлением, самым важным для профсоюзов, наверное, остается все-таки вопрос заработной платы. Поэтому вопрос заработной платы обсуждался и в разрезе резолюции, и в разрезе постановлений, и в разрезе выступающих, и в том числе гостей. Это основная цель профсоюзов – защита экономических прав граждан. И так должно быть. Да, профсоюзы при этом ставят задачу, естественно, значительного роста заработной платы. Причем не только минимальной, в чем, кстати, профсоюзы могут похвалить себя, да? Потому что вот то самое увеличение минимального размера оплаты труда и доведение его до уровня прожиточного минимума – это, собственно говоря, заслуга профсоюзов. Несмотря на то, что это в итоге вылилось в инициативу президента, но он не скрывал и подчеркнул, что некоторые инициативы профсоюза, в том числе и эта, несмотря на то, что это широко не афишировалось, собственно говоря, стало возможным благодаря постоянному диалогу с профсоюзами, с Михаилом Шмаковым, который, кстати, был переизбран. А это было позже. Срок, да, руководителем Федерации независимых профсоюзов России. Так вот, кроме заработной платы, кроме значительного, я подчеркиваю, значительного, я беру это в кавычки, потому что это цитата, да, значительного увеличения заработной платы, и потом, я думаю, мы коснемся механизмов и источников этого, также обсуждался вопрос молодежной политики. Достаточно приятным, важным, наверное, было отметить то, что в целом наблюдается значительный процесс омоложения в профсоюзах. И когда мы говорим об омоложении, естественно, это не просто какие-то визуальные, да, эмоции и ощущения от того, что молодое лицо сменяет не очень молодое. Прежде всего, это подход к решению вопроса, это взгляд на те процессы, которые сегодня происходят в обществе. Потому что молодежь все-таки иначе реагирует на это, предлагает другие пути решения, и опять-таки еще одна параллельно существующая резолюция, информационная политика профсоюзов. Она тоже тесно связана с молодежной. Потому что, говоря об информации, вообще я считаю, что и для нас, для Севастополя, для нашего региона, и для России в целом информационная работа – это самая важная работа. Потому что то, где мы недорабатываем, то, где мы недостаточно эффективно, но надо признать, как в работе любого органа, профсоюзы тоже, к сожалению, не имеют возможности всегда принимать эффективные решения. Информация о том, что мы не сделали, она всегда широко расходится, и ей не нужно помогать в том, чтобы дойти до рядового члена профсоюза. Сарафанное радио разнесется. А вот то, что касается положительных примеров, того, что действительно удается добиться, эта информация, как правило, оседает на сайтах, в средствах массовой информации. Каких? Тех, которые читают сами профсоюзники, сами выборные органы членских организаций. В лучшем случае это размещается где-то на стендах, но между тем сегодня существует огромное количество инструментов, прежде всего социальные сети, какие-то площадки, круглые столы, тренинги. То есть то, что сегодня востребовано молодежью, то с помощью чего они сегодня получают и черпают основную информацию. Для того, чтобы эти форумы развивать, базис электронная платформа, есть ли у профсоюзов? В том числе и это активно обсуждалось. То есть можно сказать, что уже сегодня определенный прорыв в этом произошел. В частности, кроме сайта Федерации Незинственных Профсоюзов России, есть сайт профсоюзной газеты «Солидарность». Я считаю, что руководство в данном случае Федерации Профсоюзов четко почувствовало, что если мы хотим говорить о развитии профсоюза, о увеличении профсоюзного членства, то без нормального подхода к информационной политике, без такой информационной платформы, как вот эта газета «Солидарность», мы просто не можем рассчитывать на то, что хотя бы кто-то узнает о том, что делают профсоюзы, чего они добиваются, какие цели они перед собой ставят. Вы не считаете, что она должна быть более агрессивной, но может быть не более агрессивной информационной политикой, но более наступательной? Мы говорим в основном о повествовательном тоне этих сайтов, да? Да, да. Мы просто констатируем, что где-то что-то прошло, что мы куда-то обратились, что мы приняли какое-то решение, то есть мы говорим скорее о действиях, нежели чем о результате. А людей, естественно, интересует результат, потому что именно поэтому они оценивают работу профсоюзов. Вот если мы говорим, допустим, о конкретных достижениях, я вот сказал, допустим, в части увеличения минимального размера оплаты труда, доведения его до прожиточного меню. Конечно, это небольшой шаг, он касается только минимальной заработной платы, но решение конституционного суда в части не включения в состав минимальной заработной платы компенсационных и стимулирующих выплат. Все это было сделано, целенаправлено, профсоюзами, когда физические лица обратились в адрес конституционного суда и в итоге получили решение, которое абсолютно четко регламентирует, что должно быть не так, как сегодня, в том числе не так, как сегодня в нашем городе, когда, допустим, в бюджетной той же самой сфере, к размеру оклада или тарифной ставки добавляется компенсационная или стимулирующая выплата, соответственно, за счет этого это доводится до размера минимальной заработной платы, и на этом все сидят и вроде как делают вид, что наши бюджетники защищены, потому что размер соответствует законодательно установленным. Я хотел бы все-таки вернуть. В Краснодарском крае, в Санкт-Петербурге, в Москве на сегодняшний день уже на государственном уровне эти изменения внесены. Я имею в виду, как рекомендация государства с реализацией на уровне субъекта. То есть у них сегодня... Но законодательно закреплено. Ну, как сказать, на сегодняшний день речь идет скорее о рекомендациях, поступающих сверху. Мы рассчитываем на то, что, по крайней мере, в течение этого года, вся территория Российской Федерации, в том числе и Севастополь, имплементирует то, что принял Конституционный суд. В этом году, в апреле, опять-таки, через решение Конституционного суда прошло то, что оплата труда в ночное время, оплата труда в праздничные дни, сверхурочные работы, опять-таки, по тому же принципу, не могут включаться в состав заработной платы. Вот вы оговорились или нет? Вот давайте мы, как юристы, теперь порассуждаем. Решение Конституционного суда это источник права. И я считаю, что после оглашения этого решения все должны там бегом его исполнить. Безусловно. Почему тормозится процесс? Я думаю, что даже не надо быть юристом, чтобы понимать, что решение Конституционного суда носит обязательный характер. Естественно. И должны имплементироваться в нормы действующего законодательства в том числе и на субъектовом уровне. То есть закон должен появиться после этого решения. К сожалению, и это подчеркивают в том числе на съезде, у нас сегодня существует определенный перекос в части статистических данных, их обработки, методологии, подходу к определению, допустим, уровня доходов, особенно в бюджетной сфере. То есть как только наблюдается определенный спад, тут же появляется новая методика и одна и та же категория, которая потеряла, ну реально потеряла, допустим, в той же заработной плате, вдруг становится фактически в шоколаде за счет того, что просто изменяется подход к определению уровня жизни, уровня этой заработной платы. Вообще, мне понравилось, что кроме, допустим, изменений в молодежной политике, профсоюзные требования, вот направления деятельности были сформулированы, ну практически по всему широкому спектру, вот если мы оцениваем с точки зрения политической, от левых до правых. Ну, например, абсолютно левый призыв, который между тем поддерживается в обществе, я думаю, что большинством все-таки людей, о том, чтобы вести дифференцированную шкалу налогообложения. То есть, в зависимости от уровня дохода. Прогрессивная, так она правильно называется. Давайте скажем, шведская модель. То есть, соответственно, если человек имеет сверхдоходы, то он этими доходами должен делиться. Чисто такая левая, если еще раз говорю, с политической точки зрения, такая левая позиция. Ну, это не либеральная платформа. Здесь, извините меня, и в Швеции, и в Великобритании. Это все... Или, например, инициатива, связанная с тем, чтобы увеличить налоговое бремя на доходы от акций. То есть, опять-таки, крупному бизнесу, олигархам и так далее. Я процитирую Шмакова. Он, в частности, сказал, что по мнению профсоюзов, а любые озвученные на съезде мнения, они проходили через коллегиальное обсуждение, поэтому, естественно, что это не его личная позиция. Деньги, которые высвобождаются в экономике, а мы знаем, что, допустим, по итогам 2018 года огромный профицит, они не должны лежать в кубышке на черный день, а они должны работать на общество. Приносить... Деньги должны делать деньги. Да. А не, и в данном случае я цитирую, не работать на экономику наших заклятых друзей и партнеров. Вадим Александрович, вот, помятуя народное, да, обещанные три года ждут, в начале эфира вы пообещали раскрыть механизм и, в общем-то, источники возможного роста заработной платы, в том числе и минимальные, и, наверное, не только минимальные. Прошу вас. Частично я об этом уже сказал. Да, первое, да, я согласен. То есть, мне как раз понравилось то, что не звучало таких вот достаточно популистических, ну, на мой взгляд, популистических призывов, как, например, выведение заработной платы из тени. То есть, я согласен с тем, что это надо делать. Я согласен, что огромное количество средств сегодня находится в теневом секторе. Но если мы говорим об источниках, слишком уж этот источник сложно досягаем для того, чтобы попытаться из него, особенно в краткосрочной перспективе, что-нибудь вытянуть. Хотя процесс этот, безусловно, важный. Ну, вы же знаете, главное условие здесь вывода из тени. Уменьшаете налоговый пресс и появляется новая база налогообложения. Ну, на самом деле, на самом деле, этого не будет никогда. На самом деле, тут не только это. Тут, наверное, все-таки фискальные органы должны более внимательно, в некоторых случаях обращать внимание, на некоторые нюансы деятельности. Спасибо. Когда фискальные органы начинают активизировать работу, то малый бизнес еще больше собирается. Я в данном случае не говорю про малый бизнес. Вы же прекрасно понимаете. Ну, а большой бизнес у нас довольно там под зримым контролем, я считаю. Ну, смотря, какой часть этого бизнеса мы говорим. Да, да. Основной тезис, который обсуждался, особенно в части программы деятельности профсоюзов на ближайшие пять лет, это справедливая экономика. О, это программа Федерации Независимых Профсоюзов России. Сразу вопрос, да, вот как древние римляне говорили, давайте разберемся с терминами и половина проблем отпадет сама собой. Итак, что подразумевал СЕС? Вы говорили, что коллегиально все обсуждалось, да? Десятый СЕС профсоюза и его делегаты под самим тезисом, термином справедливая экономика. Все очень просто. Если говорить кратко, то справедливая экономика – это экономика, при которой оценка деятельности государства, оценка его развития осуществляется не с точки зрения достижения определенных результатов, вот таких абстрактных, да, оторванных от реальности во многом. А такая экономика, когда уровень ее успешности оценивается, исходя из благосостояния людей. То есть справедливо, когда производство растет, когда предприятия развиваются, в том числе, ну, мы сейчас не говорим о малом бизнесе, о среднем бизнесе, да? Нет, нет, нет. Мы говорим о крупном, в том числе с частью государственной собственности, да? Это в основном государственная собственность. Что там греха таить? Справедливо – это когда растущая экономика дает возможность человеку, который, собственно говоря, эту экономику и двигает, получать справедливое вознаграждение за труд, работать в нормальных условиях, как с точки зрения охраны труда, так и с точки зрения заработной платы. То есть это справедливый подход к определению того, как должен жить человек, который работает, достигает, собственно говоря, этих результатов. То есть это если кратко. На самом деле программа «Справедливая экономика» она включает в себя огромное количество вопросов. Там в том числе задрагивается сфера социального партнерства, то есть взаимодействия профсоюзов, работодателей и правительства в случае Российской Федерации, ну и, соответственно, примерно похожая же работа на уровне регионов. Потому что, опять-таки, не может быть справедливой экономики, если будут только интересы работодателей учитываться, или только интересы правительства, ну или даже только интересы профсоюзов. То есть подчеркивается, что только вот этот самый трехсторонний формат дает возможность обеспечить эти самые справедливые условия. И действительно, если мы говорим об этом самом трехстороннем формате, то на сегодняшний день в Российской Федерации он действительно развит. Он позволяет, ну, допустим, председатель Федерации профсоюзов присутствует на заседании правительства Российской Федерации. От присутствовавшего, принимавшего участие в работе съезда Вячеслава Володина, который является председателем Государственной Думы, прозвучал призыв о том, чтобы представители профсоюзов и территориальных объединений, и отраслевых профсоюзов принимали активное участие в работе комитета у Государственной Думы. То есть это как раз-таки тоже положительный момент, потому что, ну, чего греха таить, иногда приходилось долго стучать в закрытые двери для того, чтобы донести что-то, да? Особенно, когда принимаются какие-то такие срочные или куларные решения. Да, ну, нормативно регулировать их участие, тогда будет все хорошо. Нормативное регулирование часто присутствует, но фактических действий это не доходит. Поэтому фактически уже были вот сформированы за счет этого призыва, были сформированы обстоятельства, при которых профсоюзы как бы более активно вовлекаются в процесс первичного принятия решений. Не тогда, когда они дают свои замечания и предложения к уже разработанным проектам, или, как у нас часто бывает, вообще к уже вступившим в силу на мотивы документы. Ну да, согласуйте нам, пожалуйста. Да, тогда, когда мы уже как бы имеем возможность работать непосредственно над документом с самого момента его появления. Посмотрите, вот сама программа «За справедливую экономику» она очень созвучна с концепцией, которую президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выдвинул еще 10 лет назад, в 2009 году. Построение гражданского общества. Если взять юридические смыслы гражданского общества, это не что иное, как приоритет частного права над правом публичным, с одной стороны, а с другой стороны это такое состояние общества, когда исполняются все основополагающие конституционные гарантии, в том числе и гарантия на качественную жизнь. Вот, исходя из этого, я хочу, чтобы вы сейчас немножечко остановились на выступлении президента Российской Федерации на вашем съезде. И хотелось бы, я смотрю, времени не так много сесса, хотелось бы узнать довольно резкое определение моментов, когда профсоюзы, не особо чтут, не особо чтут, да, и такой экивок в адрес частного сектора, напоминание о том, что у нас Трудовой кодекс, извините, Международной организации труда признан одним из самых лучших в мире, однако президент еще раз напомнил, что Трудовой кодекс, кодифицированный закон, он обязателен для всех. Вот, как вы считаете, после таких, в общем-то, заявлений что-то изменится во взаимоотношении работодателей и профсоюзного движения? И вообще, характеризуйте роль, речь президента на съезде? Ну, как мы с вами прекрасно понимаем, речь президента и вообще присутствие президента на съезде, это было очень значительным, значимым событием, да, он каждый съезд Федерации независимых профсоюзов посещает, выступает и всегда обращается как бы к наиболее существенным проблемам, которые в том числе формулируют профсоюзы. Вы абсолютно правильно сказали, он действительно в своей речи самый большой уклон делал в сторону того, что те государственные институты, которые по закону должны в рамках социального партнерства осуществлять взаимодействие с профсоюзами, совместно обсуждать какие-то, вот как мы с вами говорили, там нормативные документы, да, решения и так далее. Если они делают это, изображая деятельность взаимодействия, да, или тем более отказываясь от него вообще, президент прямо подчеркнул, для этого существуют правоохранительные органы, контролирующие органы, инспекция по труду и так далее. Я понял, что это задание, эти органы. Самое главное, что президент не ограничился просто выступлением, да, и вот обращением в адрес присутствующих в зале, а сразу же, после встречи с представителями профсоюзов, после выступления на съезде, на заседании правительства, он отдельно подчеркнул, что по итогам встречи, вот такие-то и такие-то инициативы и взгляды его были озвучены. Он поднял вопрос заработной платы, наличия задолженности по заработной плате, что в принципе вообще является нонсенсом, да, вот для нынешнего времени. То есть, как бы это получило продолжение. И вот наше уже общение здесь в рамках, да, города Севастополя говорит о том, что эту речь президента слышали, что кто-то, может быть, прочитал стенограмму, кто-то посмотрел видео, потому что представители исполнительных органов власти, ну, по крайней мере, в приватных разговорах, да, проявили свою осведомленность. Это хорошо. Да, поэтому мы действительно надеемся, ну, если уж говорить серьезно, мы надеемся, что... Вадим Александрович, три минуты до окончания эфира, мне режиссер предупреждает, скоро наш город, я хочу к местной проблематике вернуться, скоро наш город отмечает свой праздник, день рождения, вот предусмотрены ли какие-то мероприятия, в котором задействованы будут. И все, да, три стороны нашего социального партнерства, я имею ввиду, и, значит, исполнительная, законодательная власть, профсоюзы, ну, естественно, наши уважаемые работодатели. у нас действительно в канун дня города, уже не первый год, это было и в украинское время, и в нынешнее время, подводятся итоги нашего конкурса, конкурса профессионального мастерства севастопольского мастера. в этом году у нас конкурс прошел в 13 номинациях, определены победители, в этом году, достаточно большой, да, действительно, в этом году у нас для одного из 13 победителей предусмотрен суперприз в виде автомобиля, буквально завтра, наверное, с утра на сайте правительства начнется голосование, где, в том числе, и наши телезрители, которые нас сегодня смотрят, будут иметь возможность выбрать из этих 13 представителей рабочих специальностей одного счастливчика, который сможет получить этот приз, и мы рассчитываем на то, что, как и в прошлом году, в рамках празднования Дня города на площади Нахимова под салют наши победители, то есть те люди, которые действительно олицетворяют собой самые лучшие достижения труда в городе Севастополе, получат свои награды, призы, и в том числе будет определен победитель, который сможет получить гран-при, поэтому мы призываем всех голосовать, подключиться к этой работе, ну и, естественно, непосредственно 14 июня. Хотел вас спросить еще об одном конкурсе, лучший коллективный договор, но, к сожалению, время нашей программы стекло. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в гостях в программе в центре внимания был заместитель председателя Севастопольского городского объединения профсоюза Вадим Александрович Богачев. Спасибо вам за участие, нашей программы. Еще одно напоминание завтра, в это же самое вечернее время, смотрите программу «Спортивный акцент» с Владимиром Милянским, на эту передачу Владимир Андреевич пригласил Светлану Матеушеву, вице-олимпийскую чемпионку, и Владимира Веселкина Веселкина, председателя Олимпийского совета города Севастополя. Не пропустите, будет, как всегда, интересно. А у меня на сегодня вся информация, всего вам самого доброго, берегите себя, честь имею. Редактор субтитров А.Семкин